Сейчас многие бросаются модными терминами, как смарт-мани, ордер-блоки, имбалансы и так далее, да, и все это звучит вроде бы красиво, современно, но на самом деле все эти понятия это не какие-то секретные техники, это обычные вещи, которые существуют на рынке уже десятки, а то и сотни лет, просто сейчас их обернули в новые названия и приукрасили. То же самое касается и манипуляций, о которых мы сегодня с вами поговорим, я думаю вы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда вы ставите, например, стоп-лосс, чтобы ограничить убытки в случае, если цена начнет двигаться против вас, цена спустя какое-то время активирует ваш ордер, вы выходите из сделки с убытком, а затем, как по волшебству, да, цена начинает двигаться в обратном направлении, то есть туда, куда вы изначально рассчитывали. Это часто называется манипуляцией, собрали стоп-лоссы и пошли дальше. Так вот, манипуляция это вовсе не изобретение последних лет, это ложный пробой, это там спринги из слова, аптраст, пин-бар, срыв стопов, снятие ликвидности, по сути это все разные названия для одного и того же. И увлекаясь вот этими терминами, люди часто упускают главное, простую логику того, как на самом деле устроен рынок. Нужно не усложнять себе жизнь, гоняясь за якобы какими-то там уникальными подходами, а сосредоточиться на понимании базовых принципов, принципов, которые всегда остаются актуальными. В этом видео я покажу вам простую и понятную логику, объясню как и почему происходят рыночные манипуляции, мы поговорим о ликвидности, о наиболее сильных уровнях, за которыми скапливаются стоп-лоссы. Если вы усвоите все вот эти моменты, то однозначно сможете взглянуть на рынок под совершенно новым углом, вы начнете лучше понимать рынок и принимать более взвешенные торговые решения. Так что выделите немного времени, чтобы раз и навсегда разобраться с этой темой. Кстати, чтобы вы могли лучше усвоить материал, я подготовил для вас полезную шпаргалку по манипуляциям и в конце видео вы, если что, сможете ее скачать. В общем, как всегда, простым языком и без воды, погнали. Зачем вообще нужны манипуляции? Все очень просто на самом деле, все манипуляции направлены на то, чтобы сбить с толку трейдеров, создать иллюзию движения цены в определенную сторону. На графиках существуют точки, которые, можно сказать, магнитами притягивают большое количество заявок на покупку или продажу. Именно в этих точках крупные игроки рынка часто создают манипуляции, чтобы набрать позицию в нужную им сторону. Например, резкое движение вниз за уровень и неопытные трейдеры начинают паниковать, эмоционально открывают короткие позиции, то есть продают, а крупняк в этот момент затаривается, то есть покупает. Здесь же, за этими же уровнями, находятся и стоп-лоссы тех трейдеров, которые ранее могли покупать, думая, что будет рост. Так вот, чтобы активировать их стоп-лоссы, часто достаточно совсем немного потолкнуть цену за уровень и, соответственно, эти стоп-лоссы срываются. А что такое стоп-лоссы покупателей? Стоп-лоссы покупателей – это рыночные заявки на продажу. И именно благодаря вот этим рыночным заявкам на продажу крупный игрок может набрать свою длинную позицию, то есть закупиться большим объемом по более выгодной цене. То есть срыв стоп-лоссов – это не редкость на финансовых рынках. Но здесь я хочу дать важный комментарий. Многие считают, что крупные игроки, они постоянно вот только и делают что-то, манипулируют ценами, что охотятся за стоп-лоссами и так далее. Это бред, коллеги. Если вы торгуете на крупных централизованных биржах, никакого заговора здесь нет. Какому-то одному игроку очень сложно манипулировать инструментом, которым торгует большое количество людей. Конечно, бывают исключения, но рынок – это двусторонний аукцион, где есть покупатели и продавцы. И движение от одного уровня к другому – это естественный процесс работы рынка. Да, крупные игроки действительно ищут выгодные точки для покупки или продажи, но они не ведут куда-то там цену специально. Их основная задача – находить участки с достаточной ликвидностью, где им будет удобно набирать большие объемы. Вот и все. Они знают, где сосредоточена ликвидность и умело этим пользуются. А цена в рамках закона спроса и предложения, она может и сама упасть, например, к уровню поддержки. В каком случае? Да просто если будет отсутствовать интерес со стороны покупателей. То есть трейдеры, например, будут в основном продавать, не будет желающих покупать, рыночных заявок на продажу будет много, а встречных лимитных заявок на покупку будет мало. Естественно, рынок под собственным весом будет падать, и цена легко может дойти до важного уровня, где уже будут поджидать, например, крупные заявки покупателей. Соответственно, если вы тоже, как и крупные участники рынка, будете понимать, где сосредотачивается высокая ликвидность, то сможете легче распознавать уловки и принимать более взвешенные торговые решения. То есть, понимая основы рынка, вы можете сделать манипуляции не врагом, а своим союзником. Чтобы лучше разобраться с манипуляциями, важно понять их природу. Поэтому давайте начнем с уровней. Рынок постоянно движется вверх и вниз, и точки, где цена разворачивается, называются опорными точками или точками разворота. Минимум — это опорная точка на графике, где слева и справа от нее цены выше. Максимум — это опорная точка, где слева и справа от нее цены ниже. Почему это важно вообще для трейдеров? Потому что многие трейдеры, опираясь на общепринятые методики, ставят свои стоп-лоссы в одинаковых местах. Если трейдер покупает, открывает длинную позицию, он ставит стоп-лосс ниже ближайшего минимума, как правило. Если продает, то есть открывает короткую позицию, то стоп-лосс устанавливает, как правило, выше ближайшего максимума. О чем это говорит? О том, что ниже минимальных значений скапливаются стоп-лоссы на продажу, а выше максимальных значений стоп-лоссы на покупку. Получается, что зоны, где сосредоточены стоп-лоссы, очень важны, ведь вокруг них сосредотачивается ликвидность. Крупные игроки, или как еще называют «умные деньги», знают об этих зонах и используют их для своих целей. Как мы уже говорили, они используют эту ликвидность для набора больших позиций в одном месте по выгодным ценам. Теперь давайте поговорим о типах уровней. Начнем с самого базового момента, с понимания локального максимума и локального минимума. Это основа основ для анализа. Чтобы было проще разобраться, представьте себе конфигурацию из трех свечей. Причем пока что совершенно не имеет значения, какой вы выбрали таймфрейм. Это может быть дневной, недельный или даже минутный таймфрейм, без разницы. Итак, что такое локальный максимум? Это максимум свечи, слева и справа от которой находятся свечи с более низкими максимумами. То есть конфигурация из трех свечей получается у нас. То же самое и с локальным минимумом, только наоборот. Это минимум свечи, слева и справа от которой находятся свечи с более высокими минимумами. Разумеется, если вы будете учитывать абсолютно все такие точки на графиках, то вы получите слишком много уровней, и это усложнит анализ. Вы просто запутаетесь. Поэтому важно понять ключевой принцип. Чем дольше формируется уровень, и чем больше людей его замечают, тем он значимее. Почему это важно? Потому что когда уровень очевиден для большинства, его очень многие используют для размещения стоп-лоссов и отложенных заявок на покупку или продажу. Поэтому длительность формирования уровня это ключевой фактор. Если вы анализируете, например, недельный график, где уровень выстраивается как минимум 3 свечи, то он уже будет достаточно сильным. А если уровень формировался по времени еще дольше, например, на протяжении нескольких месяцев, он становится, можно сказать, магнитом для трейдеров. Огромное количество людей будет следить за ним и строить, соответственно, на его основе различные стратегии. То есть, чем больше времени уровень созревает, и чем заметнее он для трейдеров, тем выше его значимость. Соответственно, если мы видим, например, уровень на минутном графике, нужно понимать, что он будет более слабым и менее значимым, так как его будет видеть гораздо меньше участников рынка. Тем не менее, эти уровни на более мелких таймфреймах часто подходят для поиска точек входа в рамках движения на более старших таймфреймах. О том, как это можно использовать, мы сейчас с вами подробнее поговорим. Кроме одиночных уровней, важную роль играют также и каскады уровней. Это несколько близко расположенных друг к другу уровней, которые формируют своеобразный диапазон. Этот диапазон становится зоной, где средодачивается большое количество отложенных заявок. Соответственно, такие зоны также очень часто привлекают внимание крупных игроков. Например, если крупный инвестор хочет открыть большую позицию на покупку, ему нужно место, где сконцентрировано много заявок. Каскады вот как раз идеально подходят для набора объема. Также в качестве уровня ликвидности могут выступать минимумы и максимумы предыдущего дня, минимумы и максимумы недели или, например, минимумы и максимум месяца, потому что за этими уровнями также следит большое количество людей. Ну и, конечно, хочу отдельно выделить исторические максимумы и исторические минимумы. Это уровни, выше или ниже которых цена еще никогда не уходила. Обычно на этих уровнях наблюдается значительная активность со стороны трейдеров и, соответственно, наблюдаются очень сильные движения. Может быть, как сильный пробой, так и очень резкий разворот. В общем, ваш успех в трейдинге будет зависеть от умения видеть на графике точки с высокой концентрацией заявок и строить вокруг вот этих точек свою торговую стратегию. То есть, как использовать манипуляции. В трейдинге есть одно правило, о котором нужно всегда помнить, если вы хотите чаще получать профит. Чтобы цена выросла, ей нужно сначала упасть. И наоборот, чтобы цена упала, ей нужно сначала вырасти. Если, например, глобальный приоритет у нас покупки и рынок в целом настроен расти, то вы часто будете видеть, как пробивается, например, уровень поддержки, создавая иллюзию возможного падения. То есть, собираются стоп-лоссы участников, да? А затем цена возвращается за уровень и растет дальше. То есть, рынок часто идет вниз, чтобы сделать фальшивый ход, а потом снова пойти наверх. Это манипуляция. И понимая, как работает вот этот механизм, понимая, что вероятность роста в таких случаях, она существенно возрастает, мы можем использовать это в своих интересах. Но сперва нужно разобраться, в чем вообще отличие манипуляции от пробоя. Как понять, что цена не пробьет уровень, а развернется? Это очень важный действительно момент. И в первую очередь, основное отличие манипуляции от пробоя – это скорость. Например, если тренд восходящий и цена резко пробила уровень поддержки, но не задержалась под ним и, соответственно, быстро вернулась обратно, то, скорее всего, это ложный пробой. Например, одна пятиминутная свеча закрылась ниже уровня, а следующая свеча сразу закрылась выше. Или мы можем просто видеть свечку с длинной тенью, что говорит о том, что цена сперва сходила вниз, потом резко вернулась обратно и закрылась выше уровня. Такие вот ложные выходы часто сигнализируют, что рынок, скорее всего, продолжит движение вверх. То есть обычно ложный выход – он резкий. Задача – быстро, неожиданно сорвать стоп-лоссы и также быстро вернуться за уровень. Почему это и называется манипуляцией? Многие, конечно, пытаются подогнать рынок под некий идеал, найти какой-то там универсальный паттерн, чтобы все максимально точно соответствовало картинкам из учебников. Но на самом деле без разницы, какой именно во время манипуляции сформировался паттерн. Самое важное – это не паттерн и не просто какое-то механическое использование шаблонов. Самое важное – понять общую логику происходящего. Потому что те примеры, которые мы сейчас рассмотрели – это одно и то же. Одно и то же, если вы научитесь смотреть на рынок шире. Смотрите, если вы видите пин-бар с длинной тенью, вот этот закол, то знайте, это просто отражение одной и той же свечной динамики, но на другом таймфрейме. На более младшем таймфрейме это будет уже не длинная тень, а закрытие одной свечи под уровнем и закрытие следующей над ним. То есть могут быть разные варианты входа, еще раз говорю. И сейчас, если вы в первый раз вообще об этом слышите, вам важно просто начать видеть все это на графике. Убедиться в том, что это постоянно происходит на рынке. Вы уже начнете более избирательно подходить к анализу и к поиску точек входа. Что касается точек входа, как можно вообще максимально просто использовать манипуляции? Например, вот в рамках тренда, давайте по тренду поговорим. Если мы видим явный восходящий импульс, то учитывая, что тренд имеет тенденцию продолжаться, то попытки пробить образующиеся уровни поддержки скорее всего будут заканчиваться неудачей. Восходящая структура якобы разрушается, многие перестают верить в рост, начинают продавать, но по итогу тренд продолжается. Соответственно, один из вариантов точки входа, как мы уже рассматривали ранее, это использовать на этих уровнях разворотные паттерны, то есть дожидаться закола и резкого возврата за уровень. После этого делается покупка с постановкой стоп-лосса за сформированный минимум. Или еще один вариант входа, который мне нравится даже больше, это сперва дожидаться расширения структур вверх, что заманивает в рынок большое количество покупателей, многие из которых с высокой вероятностью ставят стоп-лоссы вот сюда, то есть за сформированную опорную точку. Затем резкое падение со срывом вот этих стоп-лоссов и снова движение наверх с обновлением максимума. Почему мне нравится эта модель? Потому что она более спокойная, она не требует принятия каких-то импульсивных решений, как, например, в первом случае. Мы спокойно смотрим, как происходит отработка уровня и только потом принимаем решение о входе. Должно выполниться несколько условий, чтобы мы посчитали эту ситуацию манипуляцией. Во-первых, у нас есть время проанализировать глубину закола. Если мы видим, что цена сильно не уходит за уровень и резко возвращается обратно, то вероятность продолжения роста существенно возрастает. Во-вторых, чтобы открыть позицию в лонг, вот в этой точке, покупатели должны показать силу. Цена должна снова сюда дойти. Если же возобновление роста после манипуляции не происходит, значит, скорее всего, у рынка просто нет сил и покупать не имеет смысла. То есть это такой достаточно хороший фильтр получается. Если же происходит манипуляция и рынок резко возобновляет рост, обновляет максимум, то вероятность продолжения роста существенно повышается. В таком случае можно открыть длинную позицию и поставить стоп-лосс за сформированный минимум на то место, где произошел сбор ликвидности. Похожие ситуации вы можете видеть на любом инструменте и на любом таймфрейме. Например, вот видим восходящий импульс на часовом графике, расширение структуры вверх, манипуляцию сформированной опорной точки и резкое возобновление движения. Покупка здесь стоп-лосс за опорную точку. Манипуляцию на самом деле можно использовать не только в рамках тренда, но и во время разворотов. Например, вот был нисходящий тренд, потом мы видим первые намеки на разворот в виде слома структуры, после чего формируются откаты движения вверх. То есть кажется, что все, вот разворот вроде бы произошел. Вот за этот явный визуальный уровень многие покупатели поставят, скорее всего, свои стоп-лоссы. То есть это хороший магнит, потому что там есть ликвидность. И что мы видим дальше? Очень часто цена делает еще одно погружение вниз, чтобы как раз снять вот эту ликвидность. Снять все вот эти стоп-лоссы, которые там стояли, и после чего, соответственно, уже сформировать истинное движение вверх. То есть видим истинный разворот, стоп-лосс, соответственно, размещаем либо здесь, либо здесь. То есть в данном случае на 5-минутном графике произошла явная манипуляция. И вы очень часто будете видеть вот такие ситуации. Здесь, друзья, не нужно мне верить. Просто вот понаблюдайте, просто сами посмотрите, то есть проанализируйте графики, и вы сами все увидите. Соответственно, как можно вообще увеличивать шансы на получение прибыли? Можно просто игнорировать вот этот первый вход и открывать, соответственно, позицию только после манипуляции, и как вариант только после возобновления движения. Потому что часто вы будете видеть, как после манипуляции у цены не будет хватать сил, чтобы обновить максимумы, да? И в таком случае мы просто как бы остаемся без позиции и ждем более подходящей ситуации для входа. Также отмечу, что манипуляции можно использовать и при пробое каких-то значимых уровней. Например, если мы говорим о пробое очевидного, дневного или, например, недельного уровня, то всегда важно смотреть, как будет вести себя цена. Если после проторговки на более мелком тайфрейме, например, пятиминутном, формируется манипуляция уровня поддержки и возобновления роста, то в такой ситуации можно рассмотреть вариант с покупкой. В расчете на то, что после пробоя восходящее движение продолжится. Понимая, как вообще работают уровни ликвидности, также становится понятнее, в каких зонах могут происходить развороты цены. Соответственно, уровни ликвидности могут также использоваться и для определения цели движения. Например, если мы открыли позицию в лонг и видим впереди каскад уровней, нужно понимать, что за ними находится большая ликвидность. Значит, есть высокая вероятность, что крупняк за этими уровнями будет набирать шорт или как минимум закрывать свои длинные позиции, которые открывал, возможно, ранее, как раз таки, взяв вот это движение. В таком случае лучше также закрыть свой лонг. Полностью или хотя бы частично, иначе если начнется разворот, мы весь свой профит, вот этот накопленный, отдадим. В общем, логика ликвидности и манипуляции может использоваться не только для открытия, но и для закрытия позиций. И это очень важно. Коллеги, в этом видео мы рассмотрели с вами базу. Даже если вы просто возьмете один только вот этот момент, о котором мы сегодня поговорили, манипуляции, и не будете покупать абы где, будете ждать подходящих моментов, когда рынок делает сперва ложное движение, а потом снова начинает двигаться в рамках контекста, вы начнете совершать в разы больше положительных сделок. Это я вам гарантирую. Потому что манипуляция это то, что постоянно формируется на рынке. Поэтому учитесь, наблюдайте за рынком и обязательно практикуйтесь. Несмотря на то, что мы с командой и коллегами по цеху сейчас в большей степени используем автоматизированные стратегии, я буду очень рад, если тот материал, которым я бесплатно делюсь здесь, в рамках этого YouTube канала, весь мой 15-летний трейдерский опыт поможет вам успешно начать трейдерскую карьеру и сэкономить месяцы обучения. Потому что я знаю, насколько это ценная информация. Я сам с этого начинал и долгие годы использую все это в своей торговле. И я знаю, как на самом деле сложно найти подобную информацию в интернете. Что касается автоматизации, то здесь на самом деле все очень просто. Лично я уже наигрался в ручной трейдинг. Я устал постоянно сидеть перед монитором, пропуская все, что происходит вокруг, пропуская жизнь. И это еще при том, что я всегда старался использовать более среднесрочные подходы. Любой активный трейдер рано или поздно приходит к автоматизации, инвестициям или как минимум позиционному трейдингу. Никто не будет всю жизнь просиживать задницу возле компьютера, потому что все хотят быть свободными, потому что все хотят иметь прогнозируемый стабильный доход на автопилоте. И вот автоматизированные стратегии как раз позволяют это делать. Все автоматизированные стратегии мы делаем в первую очередь для себя, но если вам также откликается идея совместного развития и заработка, внизу в описании вы найдете все полезные ссылки. Прямо сейчас на ваших глазах мы развиваем сильное бесплатное комьюнити единомышленников с одной единственной целью, чтобы каждый из нас жил с рынка. Чтобы не мы работали на рынок, а рынок работал на нас. И я очень рад, что каждый день к нам присоединяется все больше и больше состоятельных людей. Я надеюсь, что видео было для вас полезным. Не забудьте скачать шпаргалку про манипуляции по ссылке в описании. Ну и конечно буду благодарен за лайк, комментарий и подписку на канал, потому что для меня это лучшая мотивация записывать для вас новые видео. Остаемся вместе, профита вам, и увидимся в следующих видео.